Я уверена в том, что все будет в порядке и будет большое количество людей, которые нас увидят и, самое главное, нас услышат. Почему мы назвали именно так сегодняшнюю нашу встречу с вами и с нашими уважаемыми коллегами онлайн? Потому что сегодня в течение трех часов мы с вами поймем, что очень многое зависит от нас самих. Я горжусь, что я имею к этому отношение, по-человечески, что есть люди, которые взяли это и сделали. Когда вы ставите какие-то высокие цели и, как следует, вы их не достигаете, вы лишь этим самим шкодите себе, потому что вы в себе разочаровываете. И после этого, в целом, желание любви работать, выпадает. А когда вы ставите реальные цели и нехай помаленько, но не идете вперед, конечно, желание работать, это и есть мотивация. Если посещают обучение ваши люди, значит, растете вы. Если вы будете правильно доносить информацию своим лидерам, и тогда у вас не будет проблемы собрать вот ту всю свою команду, которую вы хотите пригласить на обучение самостоятельно. Первое, что я хотела сказать, это активный рекрутинг каждого дня. То есть, не делать зупинок, не остановиться на дороге. То есть, если вы начали делать свою работу, то делайте ее качественно и, понимаете, как относитесь до своей работы, как до дитини. Хочу отметить, что если вы хотите быть успешными, то выделяйте 20% своего бюджета от заработки, обязательно, на то, чтобы выплатить рекламу. Я муж сетевички. Пришлось мне познакомиться с женщиной, которая Алину втягивает в эти сети, вот с этим страшным человеком. Я говорю, а ну, давай, я схожу с тобой, я посмотрю, проверю, сколько рук у этих людей, не четыре ли, нет ли рогов у них. Я поприсутствую. Я пришел, и с ней был муж. Женщина, которая предлагала Алине начать заниматься сетевым маркетингом, приехала с мужем. Первые презентации, на которых мы были, она тоже была с мужем. И муж был строителем, он не занимался сетевым маркетингом вообще. Но он всегда выносил ее как жемчужину. И, соответственно, мы как бизнесвумен, мы планируем, да, там, сколько сегодня звонков, сколько мы постов пишем, какие-то действия по бизнесу. То в эти действия я уже вписывала обязательно один пункт из 25, что любит мой муж. Это однозначно. Марафон взял нас в рамки. И хочешь, не хочешь, а мусишь включить телевизор. Особливо, когда ты увидишь, что за первый тиждень марафона ты не первый троицкий победитель. И это так обидно. Когда я зашла на марафон два периода тому, я была уже очень мертвым гранд-менеджером. Зарплатою 4 500, 1300, здаясь, 1200 товарооборотов. Ну, я что-то спрацювала. По факту я сейчас керуючий директор. У меня 3600 товарооборотов и 12 тысяч зарплаты. Что же вы можете сделать? Елена Филатова. Если у тебя есть цель дать информацию, поделиться своим знаниям, все, что я знаю про мотивацию, звичайно, за 5 хвилин, но знаете, дать такие нарисы, дать такие нотатки, просто под запись, что нужно делать. Так, и особисто телефонуемо, нагадуемо, слушай, есть такая акция, а чорная пятница, ты чула? Так, чула, нет, не чула. Але це результат буде набагато кращий. Статистика спрацює набагато краще, ніж коли просто компанія зробить розсилку. Вона йшла до цього понад рік. Кожного дня їй доводилося зустрічатися з багатьма жінками. І від цього вони ставали більш впевненими і заробили пристойні гроші. Вони сьогодні з вдячністю і завмиранням серця чекають. Буде чи не буде оголошено про нагороду. Цієї хвилини чекає чоловік Назар, чекає синочок Артурчик. І вся компанія Джерелія з особливим хвилюванням чекає цієї хвилини. Бізнесвумен, директор, лідер з великої літери Наталія Бень. Прошу засновників компанії вручити ключі і документи на автомобіль Пежо. Я в мене просто немає слів, но реально довго очікувала на такий подарунок. І хочу подякувати компанії, що в нас дійсно є така програма, де можна отримати автомобіль і не тільки один. Дякую за перегляд!